Откровение Глава пятая И видел я в деснице у сидящего на престоле книгу, написанную внутри и извне, запечатанную семью печатями. И видел я ангела сильного, провозглашающего громким голосом, кто достоин раскрыть эту книгу и снять печать ее. И никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землею раскрыть эту книгу, ни посмотреть в нее. И я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать эту книгу и даже посмотреть в нее. И один из старцев сказал мне, — Не плачь! Вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил, и может раскрыть эту книгу и снять семь ее печатей. И я взглянул, и вот посреди престола и четырех животных, и посреди старцев стоял агнец, как бы заклонный, имеющий семь рогов и семь очей, которые суть семь духов Божиих, посланных во всю землю. И он пришел и взял книгу из десницы, сидящего на престоле. И когда он взял книгу, тогда четыре животных и двадцать четыре старца пали пред агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые — суть молитвы святых. И поют новую песнь, говоря, — Достоин ты взять книгу и снять из нее печати, ибо ты был заклан и кровью своею искупил нас, Богу, из всякого колена и языка и народа и племени. И сделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле. Я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола и животных, и старцев, и число их было тьмы тем, и тысячи тысяч, которые говорили громким голосом, И достоин агнец заклонный принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение, И всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землею, и на море. И все, что в них слышал я, говорила сидящему на престоле, и агнцу благословение, и честь, и слава, и держава во веки веков. И четыре агнца говорили «Аминь», и двадцать четыре старца пали и поклонились живущему во веки веков.